второй финальный бой олимпийского турнира боксеров на ринге представители весовой категории до 51 килограмм кубинец рамон дювалон и боксеры соединенных штатов америке он белой форме лео рандольд идет первый раунд рефери на ринге представитель польши козак в этой весовой категории бронзовые медали завоевали польский боксер лешек блажинский и наш спортсмен давид тарасян рандольф узнают наши зрители они видели его во время матчей боксеров сша и советского союза это 18 летний очень талантливый спортсмен и великолепную форму демонстрировал предыдущих поединков как правило ведет бою в очень высоком темпе взаимный обмен ударами вот когда ведется бой в такой манере то боксеры не задумывается защите как можно больше нанести ударов сопернику не замечая что сами пропускает в этот момент убили с левша ветвина притягивается левша вода 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 в вода так позади первый раунд в форуме в котором выступали гимнасты и баскетболисты 16 тысяч зрителей 16 тысяч зрителей наблюдается за финальными поединками боксеров кубинец рамон зювалон ему 22 года 120 боев провел этот спортсмен 111 одержал победу о нем очень много писали в газетах последнее время хорошее впечатление наставил во время турне сборной кубы по европе второй раунд а Здесь в зале, как нам сказал комментатор из США, находятся менеджеры, представители профессионального бокса. Они присматриваются к американским боксерам, выступающим в финале турнира Монреали. И, вероятно, лучшим из них победителям будет предложено перейти в профессионалы. Очень часто любительский бокс США теряет своих лучших представителей после Олимпийских игр. Очень активен Рамон Дювалон, но все-таки не все его удары попадают в цель. Очень много он бьет по локтям, соперникам, по перчаткам. А американец, вот даже в ближнем бою, все-таки ударами снизу достает Дювалон. И все-таки бой равный. Может быть, это прозвучит несколько банально, но вот в таких боях все решает третий раунд. Концовка. Концовка второго раунда. На мой взгляд, очень интересно прошел Олимпийский турнир боксеров. Мы увидели очень много интересных молодых талантливых спортсменов. Не совсем удачно выступали на этом турнире боксеры Европы. Вот деталь, которая, вероятно, вас заинтересует. На прошлой Олимпиаде в Мюнхене из 11 олимпийских чемпионов по боксу 7 представляли Европу. Ну а сейчас большинство финалистов это боксеры Кубы Соединенных Штатов Америки. И вот двое, скорее всего, народно-генократической республики. Один представляет Венесуэлу. И лишь по одному представителю от Советского Союза, Польши и Югославии. И два боксера, по два боксера от ГДР и Лумынии. Третий раунд. Вновь активность проявляет кубинский боксер. Посмотрите, вот в третьем раунде, а в каком высоком темпе ведут поединок спортсмены? Предупреждение получает кубинский боксер за опасное движение головой. В ближнем бою он очень опасно даже ударил головой к челюсть сопернику. Ну что ж, вот в таком равном поединке это предупреждение, да еще в третьем раунде может, конечно, отрицательно сказаться на результате кубинского спортсмена. Американец тоже нарушает правила, получил уже два замечания. Еще одно и предупреждение будет. Вынимает сейчас Арамон Диуалон, что это предупреждение снижает его шансы на победу. И поэтому старается как можно больше набрать очков. Вновь активно действует. Но все-таки, на мой взгляд, в двух раундах чуть точнее был американец. И сейчас отвечает отдельными ударами, довольно-таки точными. Все-таки контратакует. Арамон Диуалон, что это предупреждение снижает его шансы на победу. Пропускает теперь Арамон Диуалон. Легче двигается по винду в третьем раунде американец. Арамон Диуалон. Бой подходит к концу После остановки боя после команды стоп Ударил сейчас Американец Включил опять замечание Рефери Упорный поединок Да, думаю, что здесь сыграет, конечно, свою роковую роль Это предупреждение, полученное Рамоном Гевалоном в третьем раунде Лео Рандольфу, 18 лет Он уже побеждал в нескольких крупных турнирах Блестяще выступил в отборочном турнире США В Сен-Сенате накануне Олимпиады Монреале Польский рефери Козак собирает записки у пяти боковых судей Затем передаст эти записки жюри И мы узнаем имя второго олимпийского чемпиона Первым стал кубинец, чемпион мира, Хорхе Эрнандес По-разному переносит боксеры вот эти томительные секунды Один чувствует себя уверенно Считая, что он выиграл Другой колеблется Внимательно следит за выражением лиц членов жюри Которые рассматривают записки За этим же столом сидит президент Международной ассоциации любительского бокса Советский представитель Николай Александрович Никифоров-Денисов Итак 18-летний американский боксер Лео Рандольф Приносит своей команде первую золотую медаль Побеждает он с минимальным перевесом Счет судейский записок 3-2 В пользу боксера из США Продолжение следует... Продолжение следует...